Ну что, мои сладкие малыши, сейчас будем делать с вами другой образ. То недавно я делала проверку в салоне красоты. И мне делали там этот макияж. И сделали мне этот макияж так, что я была похожа на возрастную 50-летнюю женщину. Ничего не имею против возрастных 50-летних женщин. Всем нам однажды будет 50. Ну, кто не умрет до 50. Никакого эйджизма. Я против эйджизма. Мне саркастично. Я, в принципе, считаю, что работа визажиста, особенно того, кто работает с разными клиентами, это работа, в первую очередь, с красотой. То есть, когда к тебе приходит клиент, он приходит в надежде стать более красивым. Если тебе приносит клиент какой-то макияж, который ты прекрасно понимаешь, что нужно немного видоизменить от черты лица клиента, чтобы он выглядел лучше, а не просто в сухой повторить макияж. Я считаю, что любой профессиональный мастер-визажист об этом говорить обязаны. Потому что я вот не знаю, ходили вы когда-нибудь к визажисту или нет, но, как правило, они красят всех по абсолютно одинаковому шаблону. Во-первых, становится на одно лицо, а во-вторых, очень мало, кому идет макияж. А я считаю, что макияж должен украшать. Потому что банально, давайте подумаем, вот есть Ариана Гранда. Если я сегодня приду в любой салон, скажу, делайте мне макияж Ариана Гранда, и мне сделают один в один, какой Ариана Гранда. Ариана Гранда, во-первых, я не стану, а во-вторых, это очень сильно испортит мое лицо. Потому что, ну, не подойдет мне ее скульптурирование, ее стрелка и ее образ. И именно к этому у меня было больше всего претензий. Но меня так захейтили за это видео, за то, что я сказала, что макияж у меня отстойный. Хотя, по факту, макияж действительно отстойный. Потому что в плане техники он хорош, но он мне совершенно не идет. А именно это главное в салоне, когда вы платите за это деньги. И, конечно, сейчас придется включить вообще все свое мастерство. Особенно, когда его нет, интересно, что ты включаешь, чтобы прям не хуже было. Блин, мне очень часто хочется придумать что-то прям совсем новое, какой-то супер-мега-новый формат. Ты вроде сидишь, что-то там даже придумываешь, а оно берет и вообще не заходит. Но надеюсь, что это видео зайдет. Кстати, если вы хотите, чтобы оно зашло, вы можете поддержать меня лайками, подписками. Кстати, я давно не просила никого о подписках. Если вы смотрите меня без подписки, почему смотрите без подписки? Я люблю мой канал. У меня довольно веселые видео выходят, не напряженные. В мире и так столько напряжения, что ничего напряженного и не хочется на своем ютубе хотя бы видеть. Хотя скоро, конечно, придется высказываться на тему развода всего этого, того, что это я переехала. Короче, скоро все-таки придется вам все рассказать. Не забудьте потом посмотреть то видео и сравнить, как получилось у меня и как получилось у того визажиста. Который, кстати говоря, скорее всего на визажиста учился. И да, к технике-то у меня претензий нет. У меня все еще вопросы к тому, что это просто ужасно плохо выглядело на мне лично. А мне бы не хотелось, чтобы что-либо в этой жизни на мне ужасно смотрелось. Я и так могу себе ужасно что угодно сделать. Другие люди, пожалуйста, не делайте мне плохо. Я сама себе плохо сделаю. Все же, надеюсь, успели оценить мою футболку. Господи, я показала мой толстый живот. Вот, теперь буду комплексовать до конца вечера. Делаем кат-криз для бедняков. Несмотря на то, что кат-криз это что-то на богатом. Сюда. 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 Блин, в пустыне было очень прикольно. Отпраздновала день рождения в пустыне, потом заболела. Нет, не короны, как многие могли подумать. Но я не жалею. Это было прекрасно. Первый раз была в Дубае. Не знаю, поеду когда-нибудь еще туда или нет. Пока мне точно не до него, но мне понравилось. На самом деле, день рождения вообще такая тема достаточно непростая. Особенно с подарками. Я еще пока не успела встретиться ни с одним из моих друзей, потому что только-только прилетела, уже сразу снимаю видос. Но я точно знаю, что мне приготовили много подарков, потому что меня уже заспойлерили, а не потому что я такая ЧСВ и знаю, что мне люди будут дарить подарки. Хотя это нормально, знаешь, что тебе будут дарить подарки твои друзья. Обычно февраль у меня вызывает ужасную тревогу, потому что у меня очень много друзей, которые родились в феврале, которые водолеи. И очень много людей, которые родились еще так же в марте, которые рыбы. Но вы знаете, у меня есть три знака зря, которые у меня чаще всего. Это рыбы, водолеи и овны. Но каждый раз для меня подбирать подарок это просто ад. Потому что далеко не все люди делают свои собственные вишлисты. И потом, когда ты понимаешь, что скоро у твоего друга день рождения, ты такой просто «Ааа, что бы поделать? Как? Как я должен выбрать тебе подарок?» Господи, как хорошо, что недавно я узнала про один новый сервис. Это просто пипец. Сейчас я вам все расскажу. Нет, я реально не понимаю, как без него я вообще до этого жила, потому что реально идея для подарков это самая сложная вещь для меня лично. Блин, я поняла, что я не зафиксировала брови. Думаю, что не так? А вот оно что. Мы еще не закончили. Короче, смотрите, Яндекс придумал реально очень крутую штуку, которая помогает с подбором подарков и сразу дает ссылку, где эти подарки покупать. Давайте вместе сейчас посмотрим. Речь идет о специальном лендинге Яндекс Плюс. Ты регистрируешься, проходишь тест. Давайте пройдем что-нибудь вместе с вами прямо сейчас. Как раз вот у Лианы день рождения. Давайте подберем ей дары. Лиана это как раз-таки та девочка, с которой я снимаю видео с проверками макияжа. И вот мы вместе с ней хотели повторять вот этот вот замечательный макияж Диночки Саевой. Я ходила... А не скажу вот, что я ходила, кто дорогой, кто дешевле. Смотрите тот видос. И в итоге, как вы видите, получаешь список вещей, которые зайдут этому человеку, исходя из результата своего теста. По-моему, это просто потрясающе. Тут уже, как мы видим, подарки в разных категориях, чтобы наверняка подошло и по цене, и по соотношению к качеству. Короче, ребят, обязательно посмотрите ссылку, и вы поймете, насколько это удобно. Даже если вам сейчас-то не актуально, у вас нет, там, в ближайшее время никаких день рождений, 8 марта и прочего, вы не отвечаете. Просто сохраните себе ссылку, потому что это идеально. Можете по приколу просто тест попроходить и посмотреть, какие подарки вашим друзьям бы там зашли, например. Короче говоря, вот этот вот Яндекс Плюс теперь помогает подбирать подарки на Яндекс Маркете. Ну, а если ты уже пользуешься Яндекс Плюсом, то накупленные баллы кэшбэка можно будет потратить на подарки, оплатив часть суммы ими. Я вот свой потрачу на новые косметозы, на подарки близкими. Давно как раз я рассказывала о том, что я вот много косметоза себе сказала, потому что хочу новый. Вот, покроем расходы. Продолжаем делать наш замечательный макияж. Сейчас нам нужно нарисовать стрелку. Здесь стрелка большая, жирная, поэтому большую жирную стрелку рисуем, да? Ну что, ребят, скажите, как вам мой макияж? Получился, не получился? Выгляжу ли я с этим макияжем хуже или я выгляжу норм? Интересно, почему я же не училась на визажистах? Мы переходим на ультразвук. Софигеете, потому что сама я офигела, ладно. Сейчас, ой, блин, упала. Короче. Итак, короче, я встретилась с Леной. Лен, оцени, пожалуйста, макияж Диночки Саева в моем исполнении. Слушай, ну это 100% лучше, чем в салоне. Прям на 100%. Это лучше, чем мой макияж в миллион раз, который мне делали. Мне лучше, чем твой визаж и сделал. Намного больше похоже, чем у них. Ну, салатки, малыши под звуки. Вот это вот замечательно. Пам, 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 пам. Мы с вами будем продолжать делать макияж. Конечно же, вы бы не простили мне, если бы я не сделала макияж этого человека. И вам. Карамбэйби, жену. Несмотря на то, что тема с косплеем мне очень нравится и очень близка, я не люблю прям, знаете, на 100% прикольнее гораздо примерять на себя чей-то макияж и чей-то образ, нежели пытаться, знаете, повторить там лицо человека, его мимику. Это, конечно, очень круто. И, безусловно, люди, которые умеют так делать, они прям-таки, знаете, супер-мега-молодцы. В отличие от дядьки, который сверлит. Я маме Миса, здравствуй. Если бы Миса была бомжом, она выглядела бы так. А фотка, где Миса пьет виноградный сок, который забродил в лайф-аккаунте. Но я вам его не напишу хехе. Похоже на городскую сумасшедшую с этой прической и с этим белым цветом кожи. Ну да ладно. Подзвуки поцелуев. Блин, у меня в последнее время какой-то лютый ментальный брейкдаун. Я не знаю, у вас такое бывает, сколько бы я ни спала, я не чувствую себя выспавшейся. Типа сплю я 4 часа, сплю я 10 часов, 14 часов. Я не могу выспаться. Что делать? Я всегда, наверное, полагала, что какие-то такие беды с башкой меня никогда не коснутся. Но походу они меня коснулись и очень основательно. Помните раньше, как много было разных блогеров? Все что-то снимали, что-то делали. Куча челленджей, куча всего этого. А кто вообще сейчас снимает? Кто из старичков, ну кто давно уже на ютубе, кто вообще существует? Кого вы сейчас смотрите? Попугай. Блудница. Чё? Вроде привыкла уже к своей аудитории, а аудитория к тебе уже привыкла. Иногда, конечно, встречаются обидные комментарии, типа, ты очень жирная. Вот недавно девочка мне написала, ты меня, конечно, прости, но ты толстая. Ну, типа, окей. И поэтому как-то так на них реагируешь уже, в принципе, ну, относительно нормально. Неприятно, но терпимо, знаете. Но стоит в видео попасть в другую аудиторию, тебя просто начинают так ненавидеть, и самооценка падает. Мне иногда кажется, что многие блогеры уходят с ютуба и перестают снимать, потому что их реально, ну, очень сильно гнобят. Иной раз заходишь в свои старые комментарии, так там такое может начаться от тебя, просто ненавидят. И ты думаешь, господи, что я вам всем сделала, что вы так сильно меня хейтите. Зачем вы меня хейтите, что я вам сделала, я же просто снимаю видосы. Поэтому, пользуясь случаем, хочу сказать, какие вы у меня классные. Именно моя аудитория, именно мои подписчики, люди, которые на меня подписаны, я думаю, вы все прекрасно понимаете, что мы с вами похожего вайва, похожего взгляда во многих моментах. И вот это я очень сильно ценю. Я правда очень сильно ценю, что набралась моя личная аудитория. Я вас вообще обожаю. Но тех, кто пишет мне херню, не обожаю. Я считаю, что это извращение любить тех, кто тебя не любит и ненавидит. Ребят, как вы считаете, каких блогеров еще повторить? Если вам понравится этот видос, если будет много просмотров, много комментариев и лайков, ну, если он вам зайдет, блин, естественно, я сниму еще какие-нибудь видосы с повторением других образов моих любимых блогеров и звезд. Но напишите, а кто вот нравится вам? Чей бы образ вы бы хотели, чтобы я повторила? И макияж. Рисуем стрелочку девочки. Все еще бахнем в хайлайтер. Простите, я хотела сказать сияшечку. Тем более черные брови. А что, если я полусохшей тушью попробую их зачернить? Сработает это или нет, как думаете? Да. Ну, Карина, у нас здесь синяки типа под глазами и красные румяна. А, блин, эта говнюха все еще видна. Как мне от тебя избавиться, гадское говно? Просто что наделаю, делаю им вид, что так должно быть. Тактика, которая придерживаюсь по всей моей жизни. Рисуем румяными нос. Прям супер кьют. Я не стремлюсь нравиться людям. В принципе, никаким. Только вам, потому что вы мои подписчики. А подписчики это как, типа, это даже роднее, чем семья. Потому что, знаете, семью я не выбирала, а подписчики меня выбирали. Поэтому тут есть смысл запариваться. Блин, я еще не доделала этот макияж, но это уже очень похоже на маску. Вам не кажется, что это похоже на то, что как будто у меня на лице инстамаска какая-то? Но ее нету. Образ будет на тильку. А еще я тут с прошлым цветом и длиной. Отбираем одеяние. Ну, тут очевидно, что все очень просто. Просто берем вот это. Все так просто, просто элементарно. Вообще, две секунды. Смотрите, это не тилька, а это... Брат! Охраждается тилька! Теперь мы все знаем. С вами, дорогие мои друзья и подружки. Дружочки, дружки, это разное. Все, еще разные носки. Тан-тан-тан. Ищем нашего бойца. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. И боец найден! Собственно, когда мне подарили этот парик, у меня сразу возникла идея, что нужно снять такого рода видео. У меня есть эксклюзивная фотка тильки. Буквально эксклюзивная, потому что ее нет в социальных сетях, но мне она скинула. Смотрите. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот с этой фотки мы будем повторять образ. Кстати, как вам мой бодуар? Бодуар императрицы повидал немало на своем веку. О, боже мой! Ну и схалтурил. Давайте по второму бодуар императри... Все. Сделаем вид, что это я пою. Липсинг. Бодуар императрицы повидал немало на своем веку. Представляете, какое здесь муракобесие происходило? Вот и я. Нет, потому что это новый бодуар. Кто считает, что размер имеет значение, ставьте лайк. Эта крышка буквально больше моей головы. Да! Недавно какой-то человек мне написал, что я тупая, потому что я пользуюсь солнцезащитным кремом даже зимой. Типа, зимой не жарко, поэтому нафиг он нужен. Дорогие мои друзья, зимой солнцезащитный крем нужен, потому что, знаете что? Потому что солнце светит зимой в том числе. Все так же светит. И мы защищаемся с вами от солнца, а не от жары. Это же не жарозащитный крем. В конце это концов! Нет, ну, ребят, ну прыщ это просто катастрофа. Хорошо, что есть тоны, можно его замазывать. Ну, нах тебя! Почему они похожи на злого-махнатого шмеля? Вообще заметила, что сейчас как будто в мире нет какого-то типажа, который всем нравится. Потому что даже если вспомнить всевозможные фильмы, кино, сериалы, то всегда было несколько самых популярных образов, которые везде использовались. Ну, например, роковая красотка-брюнетка такая, а-ля, знаете, там типа Моника Белуч, Анжели, Анжели и вот это вот все. Потом типаж блондинки, а-ля такой стервы-бичи. Ну, все мы знаем, все эти американские, а-ля сериалы, где обязательно есть какая-нибудь суточка-блондинка. Ну, вы понимаете, о чем я, да? Вы же понимаете, о чем я, правильно? Правильно? Хотя, если вспомнить Элиту, то все еще Карла каноничная блондинка. Кстати, вот Карлами внешне очень нравится, но он прям краш. Ну, носим болезки. Какое вообще значение внешность людей занимает у вашей жизни? Насколько для вас это важно? И насколько для вас важна собственная внешность? Для меня внешность у людей никогда не была на первом месте и не была в списке даже топ-5. Но моя внешность у меня всегда была на первом месте в приоритете. Сейчас у меня на первом месте какое-то чувство, знаете, такой счастья, радости и свободы. Вот это сейчас для меня самое первое, самое важное, потому что мне по кайфу делать именно то, что я хочу делать и не париться. Раньше все равно я где-то в каких-то моментах парилась. Это не столько к Ютубу относится, сколько к жизни, там, типа, миллион раз думала, а может быть, что-то делаю не так, а может быть, я должна что-то там подумать о каких-то других людях, будет ли им комфортно, но сейчас прям реально максимально пофиг, делаю так, как удобно мне, и стала чувствовать себя достаточно счастливым и живым человеком. И у меня появилось еще больше, друзья, чем было до этого, и мне прям по кайфу. Восторг. Клиопатри, на-на-на-на-на, молочный шоколад, ну же, поцелуй меня в лунном танце, красим, my love, кто я против, ой, легчар. Кирилл Блитный, запиши, пожалуйста, со мной песню, мне кажется, мы хорошо споемся. На-на-на-на-на, молочный шоколад. Даже для бровей не работает на слизистой, логично. Ну, красим брестнички. Блин, у Тильки на щеке шрам, насколько этично будет рисовать? Если бы она комплексовала из-за него, я бы, конечно, даже не задавала вопросов, но она к нему норм относится, и по идее в этом ничего страшного уже нет, не так ли, что вы думаете? Насколько, блин, нормально будет нарисовать здесь шрам, как у нее? Блин, неловкий момент, а что, если она на меня залупится за это видео? Я бы не хотела, чтобы она на меня залупилась за это видео. За меня можно залупиться по миллиону других причин, но они за это видео. Чувство, что эти глаза принадлежат разным людям. Это все еще я. Привет, Тилька, это ты? А ты знаешь, что Лиса тебя обсырала? Привет, Тилька, как дела? Знаешь, что Лиса, короче, выкладывала все в сторис близкие друзья? Я там есть. Она, короче, читала, тебя обсырала, не знаю, может, ну, она тебя обсырала там. Прости, там не могу сделать скриншот и отправить тебе, потому что Лиса за мной следит. Мне очень страшно, помоги мне. Нет, это все-таки я сотру. Это выглядит кринжово. Это все-таки я сотру. Спасибо.